Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня будет очень любопытное для меня личное видео, не знаю, может быть оно понравится и вам, я на это очень сильно надеюсь, мы будем пытаться преобразиться в кона блогеров, так что давайте начнем. С чего появилась идея? Я не конник, жизнь меня с конным спортом не связала, поэтому, разумеется, я иногда смотрю кона блогеров, но очень редко и не в большом количестве, ну и сейчас я перечислю имена и названия каналов тех, что помню, и возможно вы поймете и даже сами смотрите этих людей. Диана и Жуня, Эсме и Джонни, хотя до этого у нее основной конь был Каспер, Марго и Сиборит, Алиса и Медея, София и Пася. Надо сказать, мне пришлось постараться и посмотреть несколько видео, чтобы найти имена лошадей и их хозяев, потому что Диану и Жуню, а также Эсме, 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 Бау, я, если честно, не знаю, как правильно произносить, и Каспера с Джоей, я знаю, я их давно просматриваю, не целиком и полностью, но очень люблю их видео. Также в какой-то момент смотрела Алису и Медею, а вот насчет Марго и Софии мне пришлось покопаться на их каналах и посмотреть что да как. Я нашла некоторые видео, где они занимаются на своих лошадях, сохранила фотографии и сегодня мы будем копировать по одной из этих фотографий. Я разгенерировала себе код из пяти случайных чисел, но когда я нажала первое, что мне высветилось, это цифра 1, это была Диана и Жуня, и я посчитала, что это слишком как-то палевно, потому что их я люблю больше, и как бы начинать серию видео с косплея по коноблогерам с Дианой и Жуней будет слишком нечестно. Поэтому я прожала еще 12 раз, то бишь в сумме 13, мое любимое число, и мне выпала Алиса и Медея. Так что сегодня я прямо сейчас буду пытаться повторить вот этот данный образ Алисы и Медея с одной из их тренировок. И я даже не знаю как сделать, потому что все знают, что, ну кто смотрит Алису с Медеей, все знают, что Медея ходит у нее без железа, и я вот думаю, какую уздечку одеть на мою лошадь, чтобы приблизиться к этому образу. Ну, мне кажется, будет правильнее всего мне начать вначале с одежды. В игре у нас нету такой повязки на лицо, поэтому я просто выберу подходящую прическу, но чуть попозже давайте начнем с верхней одежды. У нее синяя куртка, такая пестренькая. У меня есть, из чего бы похожего такого найти. У меня есть вот такая вот куртка, она не подходит, у нее она более пуховая, то есть более объемная. И единственная куртка, которая подойдет, она у меня длинная, вот такая вот. Но в принципе, я просто не хочу покупать никакой одежды, я, конечно, могу посмотреть в магазине, но я не планирую в серии этих видео тратить СК на покупку одежды. Единственное, мне не нравится эта голая шея, но, к сожалению, шарфики нам пока так и не завезли. Перчатки у нее, насколько я помню, обычного черного цвета, на фотографии, по-моему, так и есть. Теперь давайте выбирать по штанцам. Штаны у нее серые, эластичные достаточно. Мне кажется, больше всего подойдет вот эти вот брюки. Ну, давайте вот эти вот. Просто фотография сама по себе темная. Там во время видео вообще погода была вся такая темная. Так, получается у нас вот такой вот пока что образ. Волосы у нее светлые. У меня есть несколько светлых причесок. Так что давайте посмотрим, что можно сделать. Ну, макияж я буду без макияжа, потому что какой там макияж. У нее пучок, пучков у нас нету. Но, кстати, у меня есть вот такая вот прическа, хвостик. Я думаю, да, кстати, мы и обойдемся. Как раз вот эта косичка, которая как бы выглядит у нас ободочком, очень похожа на повязку во время такой погоды прохладной. И жалко, что ушки так не закрывает. Так, Мидея серая в яблоко лошадь. Я бы, кстати, если бы у меня был бы, наверное, араб, выбрала бы араба. Но надо подумать, какая лошадь подойдет, чтобы она была серой. И Мидея достаточно невысокая. И у нее, по моему мнению, узкая мордочка. Вот хочу я взять Ахалтикинца, но он высокий, зараза. То есть он не подходит на роль Мидея никак. Мидея невысокая лошадь. А Ахалтикинец, он, ого, как высокий, и вообще на Мидею никак не тянет. Подошел бы, кстати, Канемары невысокого, он тоже невысокого роста, возможно бы и он подошел. Серый Морган я бы, наверное, тоже выбрала. Вот, честно, вот хочу взять Моргана, было бы серый, взяла бы. Поэтому я, наверное, возьму Небесного Ястреба. Он максимально, по мне, так, похож. Ну, кстати, да, будем считать, что похож. Так, ну давайте вот этот отложим, возможно, он. Так, седло в каких-то закромах. О, вот оно, оно у меня есть! Зимнее седло. Вот, прям идеальная копия, вот прям точь-в-точь, как на фотографии. Переходим к самому сложному, по мне, так, это куздечко. Ну да, кстати, вот это, я думаю, подойдет. Фух, вот таким образом у нас получился, кстати. Мне кажется, образ Алисы, Алисы, имея идеи. Поэтому сейчас, я считаю, будет правильным поехать и попытаться сделать похож. Я не нашла никакого более подходящего места, чем открытая местность Южного Копыта со своими широкими полянами и горными пейзажами на заднем фоне. Мне кажется, это самое идеальное место, которое может подойти под эту фотографию. Ну а что ж, теперь давайте пытаться сделать же эту фотографию. Ну а что ж, фотографии сделала, давайте же посмотрим, есть ли сходства. Мне кажется, какое-никакое, но сходство есть. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Это был такой косплеечек на коноблогеров. Я даже не знаю, как мне пришла эта идея, но, по крайней мере, пытаться скосплеить сегодня Алису и Медуэ мне очень сильно понравилось. И я смотрю себя, смотрю на фотографию, и я понимаю, что действительно чем-то похоже. Хотя, возможно, на моем органе, может быть, даже лучше смотрелось, но мы этого не узнаем, потому что мы уже скосплеили это на юринской чистокровной. Так что не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео, а также ждите следующих видео о косплее. Субтитры подогнал «Симон»!